На открывшейся выставке Инопром в Екатеринбурге с утра кипит работа. Павильоны главной площадки промышленного экспорта России осмотрел Владимир Путин. Особое внимание продукции из Японии, которая в этом году стала страной-партнером масштабного международного форума. Многие из представленных передовых технологий используются и у нас. Какие экспонаты оказались хорошо знакомы президенту и что он увез с собой, об этом в репортаже Михаила Акинченко. Владимир Путин уже покинул выставку, но прежде осмотрел ее настолько подробно, насколько это вообще возможно. Ведь в трех павильонах расположились стенды сразу более чем 600 высокотехнологичных компаний из более чем 20 стран. Италия, Германия, Франция, Индия, Китай, но, пожалуй, самая представительная из Японии. Почти 170 компаний. Это и крупные корпорации, и предприятия среднего бизнеса. В этом году страна восходящего солнца, генеральный партнер выставки и первым делом российский президент направился поприветствовать гостей, а заодно посмотреть, какие новинки они привезли. Для тех, кто не гонится за скоростью, а предпочитает неторопливое качество и надежность, вот такой японский робот-манипулятор может и микросхемы собирать, а может и кофе подавать. Учится всему и охотно. Самый лучший сотрудник предприятия. Никогда никому не жалуется. Он может давать суши, то есть вот такую еду подавать, работать на различных, выполнять различные функции. Впрочем, это смотря что подразумевать под профсоюзом, если привычное человеческое, то конечно нет. Зато подобные этому роботы, разбросанные по всему миру, уже начали объединяться в свои профессиональные сообщества. При помощи интернета они обмениваются опытом, подсказывают друг другу, но защиты своих прав пока точно не требуют. Зато человеку от них польза огромная. На одном из стендов выставки можно посмотреть, как работает автоматическая диспетчерская система для железных дорог. Поезда сами связываются друг с другом, передают данные о количестве пассажиров, следят за безопасностью и регулируют интервалы движения. Человеку остается наблюдать и вмешиваться только в случае поломок или ЧП. В России такая система уже действует не только на макетах. Так уже сегодня ходят поезда по московскому центральному кольцу. Вот это диспетчерская карта, это, так сказать, зеленые, значит, поезда в порядке идут, это ремонт на базу поезда на сходе. Красный не горит, ни плановых ремонтов нет, желтый не горит, эксплуатации с замечанием нет. Можно посмотреть диагностику, каждый же секундно обновляется. А, значит, вот если на зеленом фоне, то никаких проблем нет. Полезная вещь, будущее в Екатеринбурге, может посмотреть, как Собянина работает. Опробованные на железных дорогах, теперь эти технологии собираются перенести и на дороги автомобильные. Такие вот маршрутные такси способны перевозить по 12 человек без участия водителя. Автоматическая система безопасную скорость и дистанцию соблюдает и пешеходов всегда пропустит. Машина сейчас проходит испытание, к концу года, первый квартал следующего года, с Сергеем Анатольевичем планируем сделать 4-5 машин, в том числе по Казани. Где-то на предприятии где-то можно идти? Конечно, на предприятии, да. То есть, в принципе, она движется по маршруту и она ездит уже. Это здорово. Технологические новинки придумывают не только взрослые. На стенде детского образовательного центра «Сириус» президенту показали шагающих роботов, летающих орнитокторов. Это механизмы, похожие на птиц. Рассказали главе государства, что самым маленьким российским инженерам, которые все это придумывают, сегодня всего по 6 лет. И игрушки таким будущим талантам тоже подстать. Например, вот такой радиоконструктор. Один из них, кстати, вручили Владимиру Путину с наказом передать внукам. Михаил Лакинченко, Игорь Хазаченко, Елена Карькина, Ольга Меркулова. Первый канал Екатеринбург.